Проповедь Как переживать Бога Как жить с Богом И приводил примеры Про отцов Вот И О том, что у них не было Танаха Но у них были взаимоотношения Сегодня у нас есть Через слово, через Ешу Потому что он есть слово И я записал одну фразу Которую Лен так сказал Я записал ее Как ты не перестаешь дышать И бьется сердце Так должна быть у нас жизнь С Богом Но я не знаю Я еще добавил Если он будет не против Такие слова К этим словам Его любви И любви к людям Вы услышали? Вот И смотря на то, что Мы можем наслаждаться И прославлением Я не знаю Как это Переживать Чувствовать внутри себя И это все на чувствах Но Мне все время Иногда Смотря на то, что происходит вокруг Смотря на друг друга Смотрю на тех, которых я Давно уже знаю И при всем том Они могут поклоняться Прославлять Бога Но оставаться такими Какие они Были Никакие сейчас эти Какие были Вот И мне все время Тогда, когда Говорю об этих словах У меня такая Песня все время Приходит Ну, наш возраст Может быть Помнит Помнит эту песню Каким ты был Таким ты и остался Вот И Конечно Ну Я хочу поднять Необычную сегодня Тему Потому что Вся Библия На самом деле Говорит об этом Все Писание Я хочу Затронуть Тему Любви Если Леон говорил О переживании с Богом О жизни с Богом Я хочу Поделиться Тем Что я пережил Что я прошел Как меня Всевышний Учил любить И его И тех Которые со мной рядом Как я проходил Эти этапы Я вот хотел бы Поделиться Со всеми Этими вещами Потому что На самом деле Удивительно Что в Библии Есть только Две Темы Которые затронуты Именно во всех Главах Во всей главе Евреям Одиннадцатая глава О чем затрагивал Эллион Который говорит Только о вере Если не просто так Стих о вере А именно Вся голова И Первая Коринфянам Тринадцатая глава Это второе Что О любви Что такое Любовь Как она проявляется Что мы можем Говорить Что мы любим А Наши дела Показывают Совсем Другие отношения Поэтому Можем Даже если Я не буду читать Всю главу Вы знаете О чем она говорит Что Любовь не превозносится Любовь не гордится Не ищет своего Вы все эти вещи Знаете И читали Я знаю Что все Кто слышит Сегодня там По ту сторону За камерой Я думаю Что они тоже все Это прекрасно понимают И поэтому Господь Как бы меня толкал На то Чтобы Как бы Дать Может быть Кому-то из вас Тоже Ну это для себя Я тоже говорю Просто Бог еще работает Со мной Я еще учусь При всем том Что Прошел большую Вроде бы Школу И Люди всегда Относились ко мне Так говорили Да ты и так хороший Мужик добрый Помогаешь людям Все такое Но никто не знал Другую мою сторону Характера И поэтому Я как раз бы Хочу Поговорить Что о том Чтобы Пришло понимание Той любви Которой мы Бог хочет Чтобы у нас была Не просто слова А Те вещи Которые Будут Вести нас Для того Чтобы Научиться Любить Не только От того Кто С тобой Хорошо Относится К тебе С которым Ты можешь Поделиться И В теологических Вопросах Вы соответствуете Ну Господь Сказал Что мы Даже Должны Любить Врагов Наших И это Непросто Ну Иногда Писание Говорит Что враги Наши Это Домашние Наши И Конечно В совокупности Я хочу Поделиться Этим Потому что Я назвал Пропоть Я не знал Как ее Назвать Но я Написал Несколько Учись Любить Как Бог Или Учись Жить В истинной Любви Или Познаю Истинную Любовь Или Могу Сказать Научи Господь Любить Как Ты И Это Вот Моя Тема Но мы Все знаем Что Бог Есть Любовь Правильно Ибо Так Возлюбил Мир То есть Людей Что отдал Сына Своего Единородного Чтобы всякий Верующий Не погиб Но имел Жизвечную Иоанна 3.16 И Я знаю Что Бог Дал Все Необходимо Для нашей Жизни Все Мы Ни в чем Не нуждаемся И хотя Непростые Последние Времена У нас Все Есть У нас Нет Недостатка Ни в чем И Как Написано Как От божественной Силы Его Даровано Нам Все Потребное Для жизни Благочестия 2 Петра Все Дано Но Мне Кажется Что благочестие Мы потеряли Человечество И Сегодня Мы с тобой Чтобы Вернуть И себя Как говорится Вникай в себя И в учение И Учись этому Постоянно И делай То что тебя Писание Учит И Поэтому мы Живем Непростое Время И мы Можем Прорваться Господь Дал нам Победу Разобраться В самом Себе Я вам скажу Что я сейчас Последнее время Стал читать Ну Не скажу Что изучать Потому что Я не человек Интеллекта Я иногда Могу прочитать И тут же Забыть Ну Я стал Смотреть Психологию Смотреть Христианскую Психологию И Как бы Хочу понять Почему Люди поступают Так А не так Что внутри Их Какая проблема Почему они Реагируют Допустим К одному Я сказал Какое-то слово Он нормально Воспринял Шутку А другой Зарвался И Разбираясь С этим Я говорю Так Как мне нужно Быть осторожным С людьми Чтобы их Понимать Сегодня утром Рано я встал И смотрел На железную дорогу На вокзале Тишина Никого нет И Знаете Поезда не ходят Но вдруг Я вижу Женщина Стоит У Входа И мечется С темоданом С рюкзаком С сумкой Я думаю Как она попала Что она Неужели Не могла Знать Что поезда Не ходит Я думаю Может быть Она в аэропорт Опаздывает И она была Главное В черном Я думаю Ну И стала Просто смотреть И немножко Так помолился За нее А кто его знает Может она Кто-то у нее умер Может быть еще что-то Смотрю Она вообще Они туда-сюда Ходила И потом В конце концов Пошла в обратную сторону Потому что Ни машин Ничего А сколько таковых Среди нас Рядом Которые Ну Даже не понимает Куда идти Как идти Как действовать Как жить Как любить И мы Учимся Сегодня с тобой Чтобы В это время Не охладить Потому что Писание Гает Что По причине Беззакония Во многих Охладеет Любовь Помните Когда я Сказал В 24 Главе Когда они Спросили Как будет Последнее время И Во время Вот этой Пандемии И всего Того Я почувствовал Что Некоторые Стали охладевать И я В то же время В какой-то части Но Спасибо Духу Святому Что он Как бы Меня пробудил В какой-то момент И Хочу прочитать Одно Место Писания 1 Петра 4 7 Потом Я просто Засвидетельствую О тех О своей жизни Как я проходил Хотя Никогда Не рассказывал Никому Эту историю Но я поделюсь Впрочем Близок Всем Конец И так Будьте Благоразумны Бодрствуйте Молитвах Имейте Усердие Любовь К другу Потому что Любовь Покрывает Множество Грехов Будьте Странолюбивы Друг К другу Без Ропота Служите Друг Другу Каждый Тем Даром Какой Получили Как Добрый Домостроитель Многоразличной Благодати Божией Я Когда я Вникал В это Все И Размышлял Думаю А почему Меня Бог Полюбил Почему Тебя Полюбил Почему Он Именно Тебя Избрал И Потому что Он Хочет Научить Тебя И Меня Чтобы Мы Научились Любить Как Он Жертвовать Как Он Потому что Бог Так Возлюбил Мир Что Отдал Сына Своего Это Отдача И Каким Каким Мы хотим Быть Мы хотим Похожи Быть На Ишо Кто Знает Какой У него Характер Я Думаю Что Это Характер Плода Духа Где Написано Любовь Радость Мир Помните И Все Эти Качества Которые Есть И Он Хочет Чтобы Они Были В Нас И Написано На Таковых Нет Закона Нет Закона Греха И Смерти И Что Интересно В 24 Стихе Это Галат Это Те Которые В Ешо Месили Распяли Плоть И Страст И По Страст И По Хотями То есть Его Теле И Даже В Общине В Наших В Ваимоотношениях И Многие Из Нас Я Знаю Что Они Уверовали В Различных Протестантских Церквях Правда Единицы Мессианских Кто Мессианской Общине Я знаю Что Дима Это Точно Я знаю Но Мало Часть В основном Все В церквях И Я Родился Как бы Мессиан Покаялся Не Мессианской А Харизматической Церкви И Нас Учили По Разному И Те Учения Которые Я Там Прошел И Те Учения Которые Сделали Мне Много Ран В Жизни Потому Что Из-за Того Что Нас Там Учили По Особенному У меня Первый Брак Распался И Они Говорили А Служи Богу Ходи В собрания И я Получается Я только Знал Работу И Бежал В церковь В домашние Группы По Людям И Оставил Вообще Дум И они Говорят Служи Богу Спасешься Ты Дум Твой Стихи Прекрасные Соответствуют Но не оттолкнули Отталкивали От семьи Получается Говорят Такие Они вырывали Семью Разделяли Семью И было Очень много Проблем И Я проходя Это все Размышлял И когда Общался С другими Людьми Которые Были В церкви Я увидел Сколько У них Было Боли Ран Внутри С которыми Они Насилие Это не могли Справиться С этими Ранами Болями Предательствами Своей Жизни У нас Все Этим Мы прошли Я уверен Что каждый Из нас Прошел Такое Что Может Поделиться Но Бог Сверхсил Не дает Он дал Тебе Столько Сколько Ты можешь Пройти И Когда мы Говорим О любви Ишу Как-то Спросили О той Любви Которая Какая Заповедь Самая Большая Что Он сказал Вожребите Бога Всем сердцем Всем разумением Все крепости Своими Семи силами Своими Но И в то же время Их Две Две Такие вещи Где Во второй Такая же Другой раз Его спросили Он сказал Шмай Исраиль У меня Никогда Не бывает Шмай Исраиль Знаете Что я говорю У меня По отношению К себе Слушай Исхак Господь Бодин Есть Бог Люби Его Всем сердцем И Люби Близнего Как Самого Себя Не Просто Любить Близнего Некоторые Говорят Я Люблю Себя Но К Близнему Относятся Совсем По Другому Некоторые Говорят Кто-то Взрывается Все По-разному Но Учиться Любить Это Не Так То Просто Сегодня В нашей Системе Даже Среди Христианского Мира Очень Много Разводов И Даже Статистика Говорит Стало Больше Чем В мире А Почему Я Не Могу Объяснить Потому Что Не Научились Любить Потому Что Не Научены Любить Не Научены Прощать Я Хотел Чтобы Мы Подготовили Сегодня Сердца Перед Хлебоприловением Чтобы Научиться Внутри Поразмышлять Что у Мне Неправильно Не Копаться В своем Сердце Но Разобраться Если Он Говорит Любить Всем Сердцем Что Значит Сердце То Принимай Людей Такими Какие Они Есть С Их Плюсами Их Минусами Если Душой Это Конечно Чувственная Любовь Разумением Что мы Можем Понять Подразумением То есть Разумно Любить Иногда У нас Бывает Такая Любовь Что Тебя Как Половик Вытирает Ноги Потому Ты Так Всех Любишь Никому Не Можешь Сказать Нет А Господь Учит Даже В любви Ты Можешь Сказать Где-то Да-да Где-то Нет Нет Что Любовь Любовь Вообще Любовь Это То Что Отдают Отдача Конечно В церквях Учат По Нескольких Видов Любви Я Даже Когда Читал Э Психологии Христианскую И там Говорили О Тех Словах Греческих Где-где Эрес Филео Агапе В греческом Языке Вот такие Виды Любви Но в еврите Агава И все Любовь Действенная Которая Делает Какое-то Действие К друг Другу Делает Приятное Что-то Друг Друг Не Ища Своего А чтобы Отдавать То Что Разумно Отдавать Не все Подряд Сила И крепость Чтобы ты Мог Любить Так И Работать И радоваться Работе Трудиться Во славу И все Делай Как для Господа Для Своей Семьи Для Там Где Ты Работаешь И Дали Для Хозяина На Которого Ты Работаешь Не Просто Провести Время И Поэтому В этой Части Я Смотря На Я посещаю Очень много Людей Семьи Общаюсь И с нашей Общиной И с другими Я Заметил Такие Вещи Когда Мужья Приходят С работы Все Он Я Устал Я Хочу Отдохнуть Или За компьютер Или На Какие-то Игры И сидят Целыми Часами Там Это Жена Обижается И У них На Этой Почве Начинают Происходить Скандалы Или Он Увлечен Еще Какими-то Вещами Бывает Что И Наоборот И Спрашивают Почему Так Люди Поступают Вот что Эгоисты Что Такое Эгоизм Когда Ты Хочешь Только Для Себя Для Своего Удовольствия Я Даже Услышал Одну Фразу В Одной Семье Мне Нужна Женщина Только Для Секса И Все И Эта Семья Тоже Где-то На Грани Каких-то Развалов Почему Потому Что В Доме Только Жена Что-то Делает Или Наоборот Где-то Муж Только Делает Вот Я Хочу Теперь Рассказать О Том Что Я Проходил В 1997 Году Я Вышел С церкви И Начал Мессианское Движение Служил Проповедовал Я Уже Был Тогда Разведенным И Служил Как Мог Вот Потом Начались Появляться Еще Новые Общины И Была Еще Одна Община В Караганде Где Была Лидером Лена Сегодняшняя Моя Жена И Когда мы Поженились В 2003 Году После Хупы Мы уехали Служить В Караганду Вроде Было Все Прекрасно Взаимопонимание Какое-то Все Хорошо Ну А потом Начались Конфликты Я Почему Делюсь Потому что Иногда Некоторые Боятся Сказать Что Что Было У них Просто Я же Лидер Я же Служитель Как-то Я могу Сказать Плохое О себе И Поэтому Я Я Я Видя Это Все Ну Что У нас Происходило Ну В принципе Происходило Из-за того Что Я был Любил Порядок Я до Сих пор Люблю Потому что Я вырос В интернате Воспытом Был Советской Системе И Нас Учили Порядку Научились Мыть И убирать И заправлять И Во всем Чтобы Был порядок И Ну Я раздражался И гневался И даже взрывался Когда Видел что Сын наш Давид Он Ну такой парень Ну он такой Я не Я не Принимал его Таким он Какой есть А я его хотел Сделать таким Как я его хочу И я орал И кричал И унижал И оскорблял И Я не знаю Может вы не такие Может быть я один такой Но Происходило такое Что Из-за этого у нас Происходили скандалы Неприятности Ну понятно Мама всегда будет Защищать ребенка И Даже И это бывает Крайности Что Бывает что Среди семьи Дети выше Мужей И Это тоже Как бы Нормально Любить Но У нас не было Такого Чтобы мы могли Посидеть Пообщаться Порассуждать Что вот так Нельзя Мы просто Орали И кричали Друг на друга Вот И Так проходило Время И я потом Я как-то Рисыл проповедовать О любви О любви Бога Отца Я готовился Я готовился Даже пол проповеди Не проповеди Не проповедовал О любви И я почувствовал Что я все Я не могу Говорить У меня Уста просто Закрылись Я чувствую Внутри Такое Сильное Обличение От Господа И он мне Показал Что ты Говоришь О любви Здесь Для собрания А там Ты совершенно Другой И вы знаете Я не понял Как у меня Подкосились Ноги Я упал Я рыдал И плакал И потом Я начал Каяться Я сказал О собрании Что смотрите Я не такой Я перед вами Такой Лощеный Отдумая Как просто Как зверь С бычинными Глазами Ору и кричу И на детей И на жену Я начал Простить Прощение И каяться Я не мог Встать Меня потом Унесли И Никто не мог Ничего понять Я сам ничего Не мог понять Но я чувствовал Что Бог Что-то во мне Ломает И хочет Поменять меня Поменять мне Радикальным Образом Меня унесли Домой Я не знаю Чем Закончилось Я попросил Диму Помощника Продолжать Служение Говорю Делайте Что хотите И меня унесли Я не мог Успокоиться От слез Когда Немножко Успокоился Я заснул Просыпаясь Я вновь Опять рыдал И так продолжалось Два дня И с того момента Мне Бог Что-то стал Внутри меня Менять Я стал Понимать Что я Убийца А что я Режу С живьем Свою семью И что мне Пора меняться И я понял Что я не могу Проповедовать О таких вещах Которых Которыми Сами не живу Я понял Что я не могу Проповедовать О любви Бога И о любви к людям Потому что Я сам не таков И вы знаете Потом у нас Стали меняться Отношения Конечно Были иногда Опять Какие-то вещи Повторялись Но я стал Учиться Контролировать Свои эмоции Чувства Потому что Господь Прорабощайте Дела Получит Духом Я просил Освобождения От тех вещей Которые От этих Дух Которые Мне мешали Служить Но вы знаете Эта смера Даже вообще Не изменилась Я стал Я стал Вникать В себя Читать Я стал Больше Вникать В людей Думаю Почему они Так реагируют Почему У меня Женат На это Реагировать Я стал Спрашивать И мы Постепенно Стали спрашивать Даже у друг друга Что нам нравится Что не нравится У меня Лена Очень Мудрая Женщина И у нее Очень Хороший Психологический Ну Как Психолога Таки Качество И Она Много Вещей Меня пыталась Подтолкнуть Направить Как Помощница Как Жена Я Много Мучился У нее Ну Естественно Через Бога На сегодняшний день Я Не скажу Что я Никто из нас Не совершен Еще происходят Какие-то вещи Но у нас Уже Другая Атмосфера В доме Мне так Хочется Чтобы Мы были Долгожителями В семьях Я Каждую Среду Езжу К маме Метопели Потому что Метопели Это среда Выходной И я С ней Нахожусь И Вдруг Передача Как же Называется Ой Сейчас Помню Судьба Человека И Если Кто-то Помнит Такой Юрий Куклачев Который Кошек Твиксировал И О нем Была С ним Была Встреча И он Оказывается Женой Живет Уже 50 лет Она Еврейка Вот Я Запомнил Только Исааковна Потому что Меня зовут Ицхак Оказывается Ее дети Приезжали В Израиль Жили И Сейчас Они В Москве Помогают Маме В их театре Еврейские Корни Но Он Рассказал Такую Вещь Как-то Задали Вопрос А кто У вас Главный Ну К сыну Обратились Кто У твоих Родителей У папы С мамой Главный Папа Или мама Вы знаете Что Сын Ответил Никто Они же Любят Друг Друга И Вы знаете Меня что-то В скалы Луна Ну Так Сбудражив Думаю Как здорово И мы с мамой Стали разговаривать О семьях Она Говорит Вот удивительно Что вы По несколько лет Гуляете Дружите Поженились И потом Месяц Два Год И развелись Мы Говорит Три дня Были знакомые И нас поженили И мы Живем всю Жизнь И учимся Любить Я прекрасно Понимаю Что такое Боль Что такое Раны Предательство Потому что Прошел Это Но нам Нужно Понимать Что Бог Хочет От тебя Чтобы Ты Мог Пройти До конца Не охладеть Научился Прощать Я даже Здесь У нас Сталкивался С людьми Которым Попытался Поговорить И И сразу Кромная Обида Я говорю Господь Дай мне Ключи К этому Сердцу К этому Брату К этой Сестре Чтобы Да Я люблю Этого Человека Но Мне не Нравятся Какие-то Качества Характера В этом Человеке Вот Чему Господь Хочет Нас Научить Чтобы Мы Не только Любили Тех Которые Нам Нравятся Но Любили Всех Людей На земле Потому что Хочет Всех Спасти Ведь Он За всех Людей Отдал Своего Сына За всех За тебя За меня И Даже Те народности Которых Мы Даже В Искамсе Ненавидим Но Он Говорит И Их Я Люблю Для Того Чтобы И Пришел Чтобы Моя Любовь Распространилась До конца Земли Чтобы Каждый Мог Получить Спасение Научиться Любить Ити По Жизни И Дойти До Конца Сейчас Будет Такое Время Когда Эти Прессовки Которые Происходят Не только Вокруг Нас Наших Системах В наших Жизнях И В семьях Где Господь Будет Проводить Нас Через Огонь Чтобы Закалить Нас Еще Сделать Сильнее Любовь Это Не игрушка Это Работа Это Труд Я Учусь И Хочу Чтоб Мы Учились Если Мы Ученики Ишо Даже В этих Вещах Которые Могут Поменять Нашу Жизнь Наши Семьи Развестись Легко Раненым Остаются Наши Дети Но Писание Говорит О том Как Мы Должны Быть В Отношениях С мужем С женой И мы Научились Учимся С Леной Если Справляем Это Нужно Терпение На это Нужна Сила Я знаю Что мы можем влиять Через Любовь Любите Бога Общайтесь С Богом Через Слово Ибо Слово Писание Говорит Слово Божье Живое Действенное Острее Меча Бою До Острого Проникайся До Разделения Духа Души Составов Мозгов Все Это Может Изменить И Исправить Нас Не только Читая Но в то же Время Учиться Меняться Я хочу Напоследок Прочитать 1 Иоанна 4 16 И мы Познали Любовь Которую Имеет К нам Бог И Уверовали Нее Бог Есть Любовь И Пребывающий У Любви Пребывает В Боге И Бог В Нем Если Я говорю Я люблю Бога А брата Своему Ненавижу То Ты Лжец Я еще Один Историю Расскажу И на этом Закончу И мы Будем Принимать Хлебопреломление Потому что Это Не просто Кушок Моцы И Вина В этом Все Любовь Воспоминания Его Любви О Его Жертвы Я Я Как-то Вел Домашнюю Группу Там В Алматы Где-то Было Человек 15 Наверное И У нас Был Один Брат Который Писание Знал Вот и До Цитировал И Даже Скажешь На Страницу Он Может Тебе Сказать Что Что Там Написано Настолько Феномен И Одной Сестре Очень Не Нравилось Что Он Так Умный И Она Так Выраз Я Люблю Тебя И Я Остановился Говорю Знаешь Сестра Ты Так Сказала А В мыслях У тебя Пробежала Наверное Про своего Брата Чтоб Я Видел Тебя В гробу В белых Тапочках Я Говорю Ну Какая Это Любовь Твоя Эмоция Твои Слова Они Уже Сказали О Любви Той Которая Есть На Самом Деле Не Завидуй Что Он Лучше Что Он Умнее Кажется Но Бог Любит Тебя Такой Какая Ты Есть С Твоей Простотой И Даже С Этими Вспышками Какими Но Он Хочет Чтобы Помочь Поменять Нас И Дух Сегодня Он В Тебе И Попроси Господь Помоги Мне Меняться Помоги Мне Разбираться Что Во мне Такое Неправильное И Почему У меня Жена Вот так Реагирует Или Муж Вот так Проблема Не в нем Проблема В нас Я Так И Сказал Себе Господь Помоги Мне Измениться Когда Я Начал Меняться Началась Меняться Атмосфера В семье Мы Начали Друг Понимать Друг Друг Чувствовать Друг Друг Хотя Она Еще Непрочитанная Книга Для Меня Потому Что Только Господь Знает Нас От И До Мы Даже Друг Друга Не Ставим Настолько Я Даже Себя Не Знаю Настолько Насколько Хотел И Прошу Господь Открой Все Глубины Все Что Мешает Мне Любить И Пусть Господь Даст Вам Терпение Ваших Семьях Ваших Домах Среди Близких Родных И Даже Научиться Любить Те Которые Далеко Есть Любовь На Расстоянии Есть Близкая Тех Которых Вы Давно Знали И Можете Даже Позвонить Поговорить Сказать Привет Как дела Тоже Любовь В взаимоотношениях Господь Благослови Нас Во Имя Еще Можете Благослови